В последнее время появилось множество беспроводных зарядок для смартфонов. Удовольствие это сомнительное, особенно учитывая тот факт, что не все устройства поддерживают ки из коробки. Но в некоторых случаях использование ки удобно и оправдано. Подкатан небольшой обзор и тест холдера для смартфона в автомобиль, совмещенного с беспроводной зарядкой ки-вайрлесс. Приветствую всех посетителей сайта MISCO. Речь пойдет про держатель для смартфона, совмещенный с беспроводной зарядкой ки-вайрлесс и предназначенный для установки в автомобиль. Рекламное фото из описания устройства. Сразу отмечу, что 9 в 1.8 это все-таки режим питания самого устройства. В эфир выдается меньше, да и зависит это все от принимаемого устройства. А по поводу Fast Charge, то же самое, время зарядки смартфона сильно зависит от расположения, удаления от катушки и превышает время зарядки при подключении кабелем. Описание конструкции держателя. Характеристики. Бренд-нейм. Флавема. Модул-намбур. Флавема. Кикар. Вайрлесс-чарджер. СКА. СГС 79039. Пауэр-сорс. Юсб. Компэтабл бренд. Соня. Элджи. Блэкберри. ЗТ. Эйчтиси. Эппл. Сансунг. Моута Оула. Квалати сертификейшн. ФК, СИИ, РОУ-ХС. Тайп. Вайрлесс-чарджер. Юсб-портс. Один. Инпут. Пять пять вторых Ай. Аутпут. Пять пять первых Ай. Аутпут интерфейс. Юсб. Саппорт Квик-чардж-технологжа. Но. Компэтабл модул-один. Вайрлесс-чарджер фор Айфоун 10-8-8-пласс. Компэтабл модул-два. Фор Самсунг Галакси. С 8 секунд. 8 плюс С 7 секунд. С 7-8-6-этш-пласс. Ноут 8-5. Компэтабл модул-д три. Фор Нексус 6-5-4. ЛГ, G2, G3, G10. Молто360. HTC 8-10. Блэкбери. Инпут. Карант. Волтаж. Пять пять вторых. И девять пять первых. Восемь-мей. Фище один 360 дегре. Роутейшн. Стенд холдер дизайн. Фище два. Смарт LED-лайт индекейта. Плюс мальтифанкшн. Плюс фаст-чарджер. Фище три. Car Holder and Wireless Charger 2 in 1. Function 1, Car Mount Key Wireless Charger. Function 2, Car Mount Mobile Phone Holder Stand. Таблица совместимости. Получил я это дело в почтовом пакете недели за три. Пакет объемный, но легкий, около 300 грамм. Внутри была коробка с рекламной обложкой. Размеры коробки небольшие, 14 на 7, 105 сантиметров. Внутри находится непосредственно зарядное устройство Holder. Под картонной вставкой находится дополнительный комплект, два держателя и зарядный кабель. Информация о комплекте и записании устройства. Полный комплект на фото. Внешний вид устройства. Маркировка характеристик на обратной стороне корпуса. Разъем для питания USB Type 100. Нижняя часть захвата одновременно является индикатором работы, эдакие прозрачные усы. Несколько слов про комплект. Кабель Type 100 из набора. Держатель крестовина. Держатель, зацеп, состоит из двух частей, зацеп за вентиляционную решетку, или другое плоское крепление, и тренога упор. Холдер на треноге. По бокам присутствует кнопка для зажима смартфона. Нажимаем, раздвигаем зажим на нужную ширину, устанавливаем смартфон, отпускаем кнопку. Зажим фиксируется. Можно чуть поджать, без кнопки зажим будет только жиматься, в зафиксированном состоянии. В комплекте также была подробная инструкция. Дополнительная информация, фотоинструкция, испытания, от обычного источника устройство потребляет до 5,2, если источник поддерживает QC, то напряжение вырастает до 9, а ток падает. В простое потребление минимальное. Зарядное периодически включается и выключается, если нет нагрузки. Если подключить смартфон, то устройство начинает работать, ток увеличивается. Meizu M2 Note есть индикация заряда, ток зарядки около 0,5, а кстати, смартфоны размером 5, 5 энд квот, и менее влезают в крепление нормально. Далее, Mi Max 2. По размерам еле-еле влез. 6. 44 энд квот, в чехле однозначно не влезает. Ток уже выше около 0,75, а смартфон поддерживает QC, индикация заряда. Разборка. Присутствует несколько винтов, плюс защелки. Проводим роллером по шву и расцепляем защелки. Внутренности зарядки. Хорошо видно катушку из толстого многожильного провода. Еще фото. Подключаем Type 100. Включаем разобранную. Индикацию работы обеспечивают два белых светодиода в нижней части платы. Несколько фотографий используемой компонентной базы. Работу устройства обеспечивает логика микроконтроллера Street 8,003F3P6-16МС, и силовая часть, пара TI-EKS 97376-Q4000, Cinchronouse Bucknex Fat Power Stage, для тестов использовал внешние универсальные приемники Key Wireless для Micro USB и для Type 100. При выборе обратите внимание на ориентацию разъема. Они простые до безобразия. Из минусов, не очень надежные, гибкий кабель подвержен переломам, и занимают разъем полностью. Зато изудобно спрятать под чехол, не разбирая телефон вообще. Ну и последнее фото, вот примерно так смотрится держатель в автомобиле. Я крепил на центральную винт решетку, смартфон использовался как навигатор и от Key Wireless постоянно подзаряжался, что само по себе было большим плюсом. В целом, данный держатель с Key является неплохим устройством, достаточно работоспособным и полезным. Меня несколько смущает стоимость устройства, так как подобные Key-зарядки можно купить около по цене от 10 баксов, так что решайте самостоятельно, хотя по акции и со скидкой брать можно. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с P-18 правил сайта. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...